С началом азиады на юге Китая ждут наплыва сотен тысяч, если не миллионов гостей. Там готовы не только радушно встретить, но и оказать помощь в любой нештатной ситуации. На соревнованиях такого уровня обязательно дежурят медики, в том числе бригады интенсивной терапии. Под неотложки переоборудовали даже пассажирские автобусы. В таких условиях можно экстренно принять несколько пациентов разной степени тяжести. Это интегрированная система с функциями мониторинга, дефибрилляции и ультразвука. Здесь можно выполнить все действия по экстренному спасению, включая мониторинг жизненно важных показателей, жизнеобеспечение, первичный скрининг и рентгенографию. Мы даже можем провести здесь экстренную операцию. Большая часть оборудования может работать по каналам 5G, чтобы в режиме реального времени передавать данные и получать рекомендации. А для срочной доставки крови или медикаментов готовятся использовать дроны. Я уверен, что благодаря такому опыту мы сумеем серьезно поднять общий уровень мобильной реанимации в Китае. Более 800 врачей и медсестер второй больницы при Джидзянском университете будут дежурить во время азиатских игр. Все транспортные, медицинские и общегородские службы находятся в полной готовности, сообщают власти Ханчжоу. До начала азиады остается всего ничего, счет уже пошел на дни. В Пекине напутствовали китайскую сборную, 886 спортсменов, включая 36 олимпийских чемпионов, а еще тренерский состав и обслуживающий персонал. Всего в делегации КНР 1329 человек. Из Пекина в столицу азиады уже проводили журналистов медиакорпорации Китая, главного вещателя игр. В общей сложности более 4,5 тысяч сотрудников холдинга будут освещать события спортивного праздника. Медиакорпорация Китая готовит трансляцию соревнований в формате высокой четкости 4К. А состязания по легкой атлетике, церемонии открытия и закрытия игр покажут по стандартам цифрового кинематографа в сверхчетком качестве 8К.